АЛЛЕЛУЯ ТУ МЕ ТИНЕС КАСЕР СЕНТИР КОМО ЭН АРГЕНТИНА И ВЫ ДАЖНЫ ПОВЕРЬ ЧТО Я С АРГЕНТИНА И В АРГЕНТИНА КАНДО ЛАГЕНТИНЕ КАСЕР СЕНТИР КОМО ЭН АРГЕНТИНА И В АРГЕНТИНА ЛЮДЯ ХОТЯТ ОТДАВАТЬ ВСЁ, ЧТО ИМЕЮТ САДИТЕСЬ ПОЖАСТА Я СПРАШУ, КТО ЗДЕСЬ? И ЛАГЕНТИНА ДИСЯ, КРИСТО, ЖЕСУС! И ЛЮДЯ КРИЧАТ, ЖЕСУС! КТО ЗДЕСЬ? КРИСТО! 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 И ПОТОМ Я СПРАШУ, КОМ ЭТО ИЛЬСЯ? И ПОТОМ Я СПРАШУ, А ЧЕМУ ПОДОБИН ИЛЬСЯ? И ЛАГЕНТИЙ ДИСЯ, ГРАНДЕ! И они все кричат, «Он большой!» Кто здесь? Чему Он подобен? И я спрашиваю, «Как он?» И они просто прыгают и показывают, «Какой Он большой!» Кто здесь? А чему Он подобен? И какой большой? И я, «Алелуя!» Тengo mi Biblia abierta en Primera de Reyes 3.3. И у меня Biblia открыта, 3-я царство. 1-я царство, 3-я глава, 3-й стих. И это местописание очень важное в моей жизни. И через этот отрывок Писания, Бог дает Соломону все. И то, что другие люди не имели, Бог дает это Соломону. И то, что другие люди не имели, Бог дает это Соломону. И Бог позволяет Соломону иметь то, чего другие даже не мечтали иметь. И я хочу действительно углубиться в это Писание. И Господь проговорил мне некоторые вещи относительно этого отрывка. И я их пусси в практике, и Диос десатал бендиционер в моей жизни. И я применил это на практике, и Господь высвободил огромное благословение. И Господь позволил мне совершать такие вещи в Аргентине, которые никто больше не совершал. И Господь позволил мне достичь таких вещей, которые никто другой не достигал. И Бог дал мне такие вещи, которые никто другой не имел. И есть такие вещи в Библии, если мы применяем их, они функционируют так же в нашей жизни, как они функционировали раньше. Диск 1 Рейш 3.3 Третья Царствия 3.3 говорит И Соломон любил Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах. И был Рей Агобоан, потому что это был главный альтопринципал, и он sacrificал 1000 холокастов, и он sacrificал Соломон на этот altar. И пошел царь в Гобоан, чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу воссажений вознес Соломон на том жертвеннике. В Гобоане явился Господь Соломон во сне ночью и сказал Бог, проси, что дать тебе. И я изучал Слово Божье. И я увидел, что Соломон взял от своего отца Давида очень много. В правительственном отношении финансовом, Давид отдал все Соломону. Соломон tenía todo el poder губернаментал. У Соломона была вся правительственная власть. И даже не вся экономическая власть, но он дал ему гораздо больше, чем в том, что он нуждался. Но Соломон знал, что он нуждался в чем-то большем. Он нуждался в благословениях Господних. И вот то, чего он искал. Поделился в том, что он искал. Мы можем иметь всю человеческую поддержку и финансы. Но если мы не будем иметь духовную поддержку, мы ничего не имеем. Соломон искал духовную поддержку. И когда ты имеешь эту духовную поддержку, ты можешь не иметь всего того, что тебе нужно в твоей руке. Кто знает, что у тебя даже нет всех финансов, которых ты нуждаешься. Но ты и я, с поддержкой Господней, ты можешь достичь всего. И Соломон взыскал Господа. Но это не было легко. Он был рядом с полярами, где он мог возносить сожжение Господу. Но он пошел в Гаваон, самое главное место. И Гаваон ли, сошел в Гаваон, это значило какое-то усилие со стороны Соломона. Но он хотел иметь эту поддержку со стороны Бога, и поэтому, если нужно было делать какое-то усилие, он готов был на все. И Бог сегодня ищет таких людей и такие церкви, которые будут делать эти усилия. Как вы готовы, чтобы сделать эти усилия, чтобы найти поддержку Бога? И тогда, когда вы делаете это усилие, вам нужны отношения, специальные отношения. Это такое отношение в вашем разуме. Соломон сделал это усилие. Востор Закон разрешал Соломону принести только одну жертву, не больше. Одной жертвы было вполне достаточно. А он приносил тысячу всесожжений в день. Это даже не было необходимо для него. Закон повелевал ему принести одно всесожжение. А он приносил тысячу. Он хотел получить все благословения. Он хотел получить все благословения. Он хотел получить всю поддержку. И если он продолжал приносить эти тысячи всесожжений в день, это могло разрушить его экономику. И всю земную экономику, Это было такое ошибочное отношение. Но есть только два пути на Земле, как мы можем двигаться. В естественном или в сверхъестественном. Ты, что ты хочешь, естественного или сверхъестественного? В естественном плане Соломон совершал ошибку. Но в сверхъестественном плане Соломона была идея. Не имеет значения, даже если я потеряю все материальное, что имею. Я знаю, что если у меня будет поддержка Божья, я получу больше, чем когда-либо у меня было. И вот как случилось. То, что произошло с Соломоном, было сверхъестественным. Есть закон, который никогда не подведет тебя на Земле. Ты двигаешься в естественном, и ты имеешь все естественное, что можешь иметь. Ты двигаешься в сверхъестественном, и ты имеешь сверхъестественное. И Господь дал мне это слово. Он сказал, посмотри, что случилось с Соломоном, когда он двигался в сверхъестественном. Я явился к нему и сказал, что прости у меня всего, что ты хочешь. Никогда никто не слышал такого голоса. Субтитры сделал так, что Соломон. Вы знаете, почему никто никогда не получал такого слова? Потому что никто никогда не имел храбрости сделать то, что сделал Соломон. Никогда не записано нигде в Писании, чтобы кто-то сделал то, что сделал Соломон, и искал бы Господа так же, как он его искал. И когда я прочитал это, что-то случилось с моей жизнью. И так я научился тому, что я должен двигаться в естественном и в сверхъестественном. Я должен был предпринять физические шаги и в сверхъестественном. У меня должны были быть другие мысли. В духовном. В Аргентине мы всегда защищались. Когда мы говорили о дьяволе. Ой, ой, ой. Мои учителя учили меня. Лучше быть осторожным. Потому что даже если не будешь немножечко неосторожным. Дьявол может забраться внутрь тебя и разрушить тебя. Ой, ой, ой. И поэтому, когда демоны проявлялись в церкви. Вместо того, чтобы использовать ту власть, которую Бог дал верующему. Ла морейшурея и лоскриженцы бахали на голову. Большинство верующих наклоняло свои головы. И начинали молиться. О, Господь, пусть эти демоны только не заберутся внутрь меня. Это не проблема в Аргентине. Я знаю, что это не происходит здесь. То есть, дьявол смеялся на наших собраниях. И дьявол смеялся на наших собраниях. И одержимый, например, проявлялся на собрании. И то, что он сказал, Сеньор, коври мне конкурсенцы. О, Господь, покрой своей кровью, покрой своей кровью. Но Господь сказал, что ты как церковь, и ты должен менять отношения. Как ты можешь притворяться, как ты можешь поколебать этот город? Если только один демон в церкви, и он заставляет тебя колебаться. Как ты можешь связать сильного в городе, если тебя напугает только один демон? И так мы изменили наше отношение. Майор ест ли кто с нами, чем тот, кто в нас, чем тот, кто в нас. И Бог не дал нам духа боязни, но духа силы. И дьявол не должен быть наверху нас, но под нашими ногами. И cambió el espíritu en la iglesia. И когда дух церкви изменился. И то, что происходило в церкви, начало происходить внутри, за пределами церкви. И была духовная перемена. Дехалось оттенять al diablo вверх. И мы встали перед лицом дьявола. Дехалось оттенять al diablo вверх. И как церковь мы поставили дьявола там, туда, где он должен находиться. Под нашими ногами. Ай. Ай, лопузо крит. Бахо, лопузо крит. Под ноги церкви. И врата ада не одолеют церковь. Ты веришь в это? Давайте встанем на ноги. Возьми за руки стоящего рядом человека. И служиваем висися. Воспоместим тело в тариуме. Я связываю сильного в городе. И мы заставим, чтобы он чувствовал себя. Мы заставим его чувствовать себя. Что он сам должен попасть под наши ноги. В имя Иисуса. Сатана, мы помещаем тебя под наши ноги. Сатана, мы помещаем тебя под наши ноги. И все твои начальства. И все твои начальства. А todas твои потестады. И все твои силы. И все твои силы. Мы парализуем их. Мы парализуем их. Мы помещаем их под наши ноги. И мы объявляем победу над всеми силами Сатаны. Поднимите руки к небу. Мы будем благословлять этот город. Мы будем Scripture on Guard 1'0. Мы добавим до егоap since to north to south. Мы будем помазать этот город. Мы будем kh easy the air. Мы будем все hel Banana am Biodeuristic Остана. Мы будем 70-re Surean. Мы будем suave Infraison accidentally. Мы будем снижать Восток. Мы будем снижать Восток. Мы будем снижать Твои силы. И Бог дает нам силу большую, чем все другие силы. и это Дух Святой Божий давайте народ Божий используйте власть которую Бог дал вам vamos a бендецать этот город vamos a quitarle el poder a Satanás давайте свергнем силу в имя Иисуса в имя Иисуса в имя Иисуса Satan, get gone вете лето из этой ciudad убирайся из нашего города мы берем власть в имя Иисуса и мы объявляем победу и мы объявляем победу и мы высвобождаем благословение Божье и мы просвещаем благословение Божье и мы просвещаем благословение над этим городом и то, что никогда не происходило это будет происходить аплодисменты и мы просвещаем благословение над этим городом аллелуйя 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 Satan, the one who is next to you Satan is under our feet скажи стоящему рядом с тобой Satana под моими ногами Садитесь. Соломон tuvo un cambio espiritual. И у Соломона произошло духовное изменение. Но он также должен был измениться в разуме. Он больше уже не думал так, как думали все другие. Но у него была свежая мысль, свежее мышление. Мы должны изменить дух нашего разума. Диос мне dijo, если ты хочешь tener una iglesia grande, Бог сказал мне, что если ты хочешь иметь большую церковь, если ты хочешь поколебать свой город, vas a tener que сакудить tu mente primero. Ты должен поколебать прежде всего свой разум. Porque yo por un lado quería tener una iglesia grande. Porque on one side I wanted a large church. Pero cuando yo enseñaba, decía, que Dios lo que quiere no es cantidad, sino calidad. Que Dios, lo que Quere no es cantidad, sino calidad. que Dios, cuando lo que Él quiere, es no cantidad, sino calidad. Escuchaste eso tú aquí? ¿Tienes escuchado eso aquí? ¿Tienes escuchado eso aquí? ¿Tienes escuchado eso aquí? ¿Tienes escuchado de que yo quiero calidad y no cantidad? No, tú учiste, que yo quiero количество, no cantidad. Eso no está de acuerdo. Y esto no se balance. Ay, ay. Entonces, le pregunté al Señor, Señor, pero eso me enseñaron a mí. Y yo decía, Dios, eso es lo que me enseñaron. Mi maestro me enseñaron que Dios le hagan calidad y no cantidad. porque me enseñaron que Dios me enseñaron que Dios me enseñaron me enseñaron Y Dios me dijo, ¿Quién te dijo que tus maestros tienen la última palabra? Ay, ay, ay. Y le dijo, Señor, ¿y qué es lo que a ti te agradece? Y me dijo, a mí me agradará calidad y calidad. Y me dijo, I'm pleased with quality and quantity. Él dijo, me necesaron y качество y количество. Con Cristo se puede. Y con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Con Cristo se puede. Y con Cristo se puede. Entonces, Señor dijo, tú tienes que cambiar el espíritu de tu mente. Y Dios dijo, tú tienes que cambiar el espíritu de tu mente. Porque mientras tú creas que es mejor calidad, que calidad es mejor que cantidad. Si tú creas, que la calidad es mejor que la cantidad, tú siempre tendrás poco. Tú siempre tendrás poco. Tú siempre vas a tener poco. Porque tú lo estás limitando. Porque tú lo estás limitando. Porque tú ограничиваешь себя. Pero si tú crees, que conmigo todo es posible, pero si tú crees, que conmigo todo es posible, si tú te propones tener calidad y cantidad, calidad y cantidad tendrás. Si tú quieres tener количество y качество, tú будешь tener количество y качество. ¿Tú lo crees? ¿Tú veres esto? Amén. Salomón cambió su pensamiento, изменió el corazón. Todos daban un sacrificio. Todos daban un sacrificio. Todos daban un sacrificio. Pero de repente Salomón dijo, yo voy a hacer dos cosas. Voy a darle a Jesús calidad y cantidad. Pero Salomón dijo, yo voy a dar y 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 Это то, что говорит твоя Библия? Аргентинская Библия, там нет ошибки? Дисит твоя Библия, что Соломон не сдаёт в любом месте и, конечно, на улице. потому что там были холокасты. И знаете, что Соломон отправился на высокий место, на высокий место, потому что это где высоких положительных И разве Твоя Библия не говорит о том, что Соломон отправился на это высокое место, для того, чтобы принести там всесожжение, количество? И там написано, что в одни царя Соломона приносились всесожжения, качество. Но Соломон принес две вещи Богу. Он принес качество и количество. И есть такой закон, когда никогда не подводит. Что посеешь, то и пожнешь. Ты северешь один, и у тебя один. Но Он обновил Дух Своего Победа. И Господь сказал мне, ты должен изменить Дух Своего Разума. И ты можешь разрешить все проблемы с ангелами, с помощью ангелов. Я работал с детьми. Кто-нибудь здесь есть, кто работает с детьми? Да. И послушайте следующее. Я у меня была комната для 300 детей. И у меня было там 100 детей. И когда у тебя есть такое место, где может войти 300 человек, а там всего лишь 100, то кажется, что это место пустое. И я учил детей то, чему я учил сам. И я сказала, ребята, посмотрите вокруг. Это место наполнено ангелами. И дети оглядывались, ничего не видели. И они сказали, да, здесь много-много ангелов. Я был президент молодежной группы. И у нас был зал для 500. И у нас был зал для 500. И у нас было 150 молодых людей. И я сказала, ребята, посмотрите, этот зал не пустой, но он полон ангелов. И молодые люди оглядывались по сторонам. Они ничего не говорили, поскольку президент молодежной группы говорил, что здесь много ангелов. Ну, наверное, да. Я был евангелистом в своей церкви. И мы подготавливались к фестивалью, мы выставляли тысячи стульев. И только 200 человек приходило. И я говорила людям, эти места заполнены ангелами. И люди оглядывались по сторонам. Но они ничего не видели, поскольку я так сказала, хорошо, ну пусть будут ангелы. И первое место, где я был как пастор, это было место на 800 человек. И у нас было 230 человек. Я говорю, братья, это место заполнено ангелами. И Господь говорит, у тебя какая-то проблема с ангелами. Ты все места заполняешь ангелами. И мои ангелы не заполняют твои места. Мои ангелы ходят вниз и вверх с благосковениями. И ты, как многие мои служители, ты наполняешь всем местам ангелами. И ты делаешь так, как будто бы ангелы во всех местах этих живот. Потому что они у тебя ничего не делают, они у тебя на собраниях сидят целый день. Ты понимаешь, о чем я говорю? И я уверен, что, конечно, такой проблем с ангелами ни у кого здесь нет. Но Господь говорит, я не хочу, чтобы ты наполнялся вместо ангелами. Я хочу, чтобы ты наполнял эти залы людьми. И если ты можешь наполнять свои залы только ангелами, больше ничем, то всегда они будут наполовину пустыми. Но брось себе вызов и брось вызов людям. И дали, vamos a or, hermanos, y vamos a trabajar para Dios. Y esto se va a quedar chico para la gloria de Dios. Скажите, давайте, братья, давайте будем работать, давайте будем молиться и будем видеть эти залы наполненными людьми. Y eso empezamos a hacer. Y eso es lo que empezamos a hacer. Hubo un cambio en nuestra mente. Pero primero Dios tuvo que tratar conmigo para que ocurra un milagro en mi iglesia y después en mi ciudad y en mi país. Pero, primero, Dios tuvo que trabajar conmigo, чтобы эта перемена случилась в моем разуме, в моей церкви, в моей стране. Dios quiere que seamos administradores de abundancia. Y Dios quiere que nos fuera administradores de abundancia. Elimento. Pon głow menos sur el trufe. Ponle la mano sur el trufe. Ponle su mano en tu hielo. Para tener un renuevo en el espíritu de nuestra mente. Que algo va a pasar. Y algo así va a suceder. Dios quiere que haya un renuevo en nuestra mente. Бог хочет иметь это обновление в нашем разуме. И Бог хочет поместить Свои мысли в наш разум. И Бог хочет, чтобы мы думали так же иначе, как думал иначе Соломон. Соломон был молодым человеком, но он обновил Дух Своего разума. И Бог будет обновлять Дух нашего разума сегодня. С сегодняшнего дня вы начнете думать иначе. И это будут духовные перемены. И это будет обновление Духа разума. И это начнется двигаться в сверхъестественном. И тогда сверхъестественные вещи начнут происходить. И не закрывайте своих уст, когда вы хотите иметь это обновление. Поговорите сейчас с Богом. Просите у Него обновление вашего разума. Поговорите сейчас с Богом. Просите Господа. Поговорите к Богу. Он здесь сейчас. Он здесь сейчас. Если вы хотите говорить на языках, говорите на языках. Дайте свободу Духу. И Бог обнови Дух вашего разума. И чтобы мысли Божьи вошли в наш разум. Обнови Дух нашего разума, Дух Святой. Бог имеет невероятные вещи для вас. Бог имеет невероятные вещи для вас. И Бог имеет невероятные вещи для вашей семьи. И Бог имеет невероятные вещи для вашей церкви. Пидели у Ренуа в Духе вашего разума. Есть что-то невероятное для города, для нации. И Бог имеет невероятные вещи для вашей церкви. Получите это обновление вашего разума. Смиритесь. Ди Богу, что нужно, чтобы он учил вас. Просите Его и скажите, что вы нуждаетесь в том, чтобы он учил вас. Не имейте такого отношения, как будто вы знаете все. Мустрелы, что ты не имеешь в виду, что ты не имеешь в виду все. Покажите и докажите Ему то, что вы не имеете такого отношения, как будто бы вы знаете все и все мы уже научились. Мустрелы, что ты умилы перед Духом. Но покажите смиренный Дух пред Господом. И Господь обновит Дух вашего разума. И Он поместит свои мысли внутри вас. И мы будем иметь ум Христов. Примите, мой брат. Примите, мои братья. Примите благословение для вашей жизни. Примите это благословение. И это благословит каждую область вашей жизни. У вас будут новые идеи. Пенсамьи новые мысли. И это будет происходить не только в духовном. Господь даст вам мудрость. Он даст вам финансы. Для того, чтобы вы могли работать곤. Для того, чтобы вы могли работать с семьей. Для работ coaster. Работать с молодыми людьми. Для работе с парами. И там, где вы двигаетесь. Бог даст вам свежую мудрость. И ваши гости не будут заполнены ниже, чем ангелы. и ваши залы будут заполнены не просто ангелами. Они будут заполнены детей, если вы работаете с ними. Они будут заполнены молодыми людьми, если вы работаете с ними. Расскажите благословение и согласно Слову Божьему провозгласите, что вы имеете ум Христов. Скажите сидящему рядом с тобой, у меня есть ум Христов. Мы можем воскричать глазом победы? Соломон изменился в духовном отношении, в мышлении и в физическом. Соломон начал двигаться в этом. Он начал быть активным. Я смотрел на карты, которые существовали во времена Давида. и для того, чтобы отправиться в Гаваон, ему пришлось проделать тысячи километров. И он сказал, и там сказано было, что они должны были проделывать и приносить эти все сажения рано утром. Он стал активным и физически должен был быть активным. И пастор в Аргентине говорят, ты что собираешься делать? Ты что собираешься покорить всю Аргентину для Иисуса Христа? И я был очень виноват, потому что я делала крусейки везде. И они гневались на меня, потому что я пытался делать фестивали повсюду, я на телевидении выступал и по радио выступал. И мне даже было не очень хорошо, я себя чувствовал из-за этих пасторей. И ты ходишь во все эти важные церкви и с твоей церковью. Я решил отправиться в церковь этого пастора. И я хотел удивить его. Но на самом деле сюрприз получил я. Потому что я пришел туда в 7 часов вечера, когда у него было собрание. И церковь была закрыта. И там было 5-6 братьев у дверей. И когда они увидели меня, они говорят, о, пастор Гименес пришел. И я сказал, я пришел к вам в гости. Наверное, ошибся со временем, потому что дверь-то закрыта. Я думал, что служение уже идет. в 19-е годы, но пастор всегда опаздывает. Да, уже 7 часов, но пастор всегда опаздывает. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! И пастор прибыл, наверное, в 7.25. И когда он пришел, я потом стоял в брателе. И он немножко забеспокоился. Он сказал, что же собрание не открыто? А люди говорят, пастор, у тебя же ключи от церкви. И пастор начал искать ключи. И затем он должен был вернуться за ключами, потому что он их забыл. И собрание началось в 8 часов вечера. У нас было прекрасное собрание. И он мне спросил о книгах, которые я читал. И он спрашивал мне о книгах, которые я читал. И я ему рассказал о тех книгах, которые были для меня как благословение. И я говорю, ну, хорошо, я тебе вышлю несколько копий, для того, чтобы ты мог почитать их. И на следующий день я позвонил ему домой, чтобы привезти книги. И его жена ответила. И это было где-то 10.30 вечера. И я говорю, муж, твой дома? И он ушел, пока телевизор смотрел. И она говорит, ты что хочешь, чтобы я разбудил его, пастор? Ну, нет, не беспокойся. Завтра принесу книги тогда. Следующее утро, в 10.30 я прихожу к нему домой. Для того, чтобы принести ему эти книги. И мне отендят sus hijos. И его дети открыли дверь. И я говорю, папа, ваш дом? Да, папа здесь. И я говорю, почему не он его зовут? Действительно, что пастор Гименес пришел к нему. Хорошо, подождите немножко. Я пойду, мы пойдем разбудим папочку, а то он спит еще. А, ладно, он опаздывает на службу. Он опаздывает на собрание. А, ладно, а в 10.30 я не знаю, что он спит на телевизор. 10.30 засыпает у телевизора. А, ладно, а в 10.30 я не знаю, он все еще в постели спит. Но он хочет иметь большую церковь. И он еще нервничает и критикует того, у которого есть большая церковь. И, когда я увидел его, я отдал ему эти книги. И я сказал, у меня есть слово к тебе. Ты сонливый. Ты сонливый. Ты соня. И у тебя дух осуждения и критики к другим. А сам ты за соня. И, если ты только за соня будешь, и ты критикаешь тех, кто работает и имеет Божие благословения, ты никогда ничего не достигнешь. Ай, ай, ай. Саломон Саломон tuvo un cambio espiritual. Он имел духовную перемену. У него была перемена в мышлении. У него была перемена в мышлении. У него была перемена физическая перемена. Если вы за соня и хотите иметь большую церковь, забудьте об этом. В Судамерике есть песня, которая говорит, что больше, чем тысячи лет пройдет. Не случится. А ничего с тобой не произойдет. И так Бог проговорил ко мне. Тебе быть физическим переменем. Саломон активировал свои действия. Дисклик, что Саломон приносил все сожжение рано утром. И он предпринял эту попытку сделать усилие отправиться в Гомоон. А затем он встал рано утром для того, чтобы перестать все сожжение. Вот почему Бог дал Саломону все. Люди любят меня и мою церковь в моем городе. Но один раз в неделю я связываюсь с 25 тысячами людей. С 8 утра до 11 часов вечера я там нахожусь для 11 служений которые происходят в течение одного дня. И я молюсь лично за каждого из таких тысяч человек. Мне нравится иметь большую церковь. Но мне нужно для этого предпринимать физические действия. Саломон у Саломона было духовное изменение. И мыслительное и физическое перемену. И также экономическое перемену. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Это трудно. Саломон tenía que dar uno и Dios mil. Саломону можно было дать одно все сожжение а он приносил тысячу. А таки Диос мне дали la iglesia grande que me dio. Пока Бог не дал мне ту большую церковь в которой у меня есть. Я была в самой большой церкви в моем городе. И пастор Рейш tenía 80 и пастора звали Рейш ему было 80 лет. У него было прекрасное здание в которое могло вместиться 2500 человек. И оно было наполнено. Это подобно вот этому залу. Но немножко больше. Балконы были по обе стороны зала. И был сам зал длиннее. И три прохода была. У прекрасная красивая церковь. Я сидел в этой церкви. И я сказал , что ты escudriñas la mente и miras el corazón. И я говорю, Господь, ты который видишь сердце, я не прошу этого из гордости. Но я хочу иметь церковь больше, чем эта. И Господь сказал, предприми усилия, и я сделаю это. И у меня произошло духовное изменение. У меня было обновление разума. Вам нужно измениться в физическом. и перестаньте дешевить, и начинайте отдавать. Ай, ай, ай. Я уже был пастором. В Аргентине много пасторей очень хорошо призывают к даянию, но сами не очень хорошо отдают. ese problema не должен быть в этом проблема. И Господь говорил ко мне, если хочешь иметь церковь больше, чем эта, сей в этого человека Божьего. плодородная почва. Если ты будешь сеять в него, я дам тебе церковь в 100 раз больше, чем я дал ему. У было в церкви 2500 человек. он сказал, если я семья в 100 veces в то Бог дав мне церковь в 100 раз больше, его. Что мое семя умножится во 100 крат. церковь в мире, что это интересное. Никакого бизнеса, никакого банка вы не найдете в мире, который бы такой процент давал. Так я предложила тому пастору, чтобы я мог сеять в него. я просто tenía 2000 пастор в борьбе для купить машину на эти деньги. Я доставал банкноту за банкнот, это все были 100 долларов банкноты. Я не смотрел даже на них, потому что я знал, что они все были 100 долларов купюрами. Иногда у нас ошибки такие, когда другие купюры, понимаете? А я хочу с с с дар 10 и дар 100. Потому что некоторые ошибки допускают, они хотят отдать 10, отдаю 100. Диос tiene humor a veces. Иногда Бог есть все humor. И mientras estaba esperando al pastor para sembrar, como él disimulment. И когда я ждал, пока этот pastor помолится, потому что я хотела иметь церковь сто раз больше, чем его. он сказал, ты собираешься сеять в этого человека согласно тому, что ты хочешь просить потом у меня? Ай, 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 ай. И он me dijo, ты новая машина более важна, чем церковь, о которой ты просишь. Ты смеетесь, потому что с вами такого не случалось. И venía el pastor, el pastor came, y yo realmente quería tener una iglesia. Y yo realmente quería иметь большую церковь. I wanted to change my car. Pero yo tenía más ganas de tener una iglesia grande que cambiar mi car. Y cuando pastor обратился ко me, le digo, pastor, espero que no tomes a mal lo que te voy a pedir. pastor, espero que no tomes mal lo que te voy pedir a que que me una iglesia mucho más grande que la Y el pastor se rió y dijo, voy a orar por ti. Y el pastor le笑ó y dijo, ok, voy a orar por ti. Y le digo, pero antes que oras por mi quiero sembrar en ti, porque tú eres buena tierra. Y le puso en la mano. Y le puso en la mano. Tenía un reló y un anillo que quería mucho. Y me puso y el cero que me muy нравiaban. Y le puso en la mano. Le dijo, quiero sembrar en ti. И он сказал, я хочу сеять в Тебя. Потому что я хочу пожать церковь гораздо больше, чем Твоя. И этот человек молился за меня. И что-то случилось в духовном мире. Что-то случилось со мной. Я не знаю, как передать это словами. Но что-то случилось в духовном мире. Внутри меня. Я знал, что у меня уже есть эта церковь. Я знал, что Бог дал мне. Это было внутри меня. Я закрыл глаза, чтобы мог увидеть это. Я почувствовал, что у меня уже есть эта церковь. Это делирие, но это не было какой-то духовной иллюзией. Я не просто ходил в каком-то невежестве. Я у меня произошла духовная перемена. Я произошла обновление моего разума. Я была в физическом и духовной перемене. И Бог сказал мне, что я даю тебе то, что ты просил у меня. Халлелуя. Халлелуя. Это было, братья, в 1986 году. И это было, братья, в 1986 году. Три месяца спустя, после того, как я посеял у этого пастора, я у меня был чудотворный фестиваль в этом городе. За три месяца фестиваля моя церковь из 500 превратилась в 5000. И с 1987 до 1990, за три года моя церковь преобразилась с 5000 до 50 000. И с 1990 до 1997 моя церковь открыла 100 других церквей в городе и в пригороде. 120 церквей. И наша membresía creció de 50 000 до 250 000. И членство возросло с 50 000 до 250 000. Сегодня, Бог дает мне церковь в 100 раз больше той церкви, пастора, в которой я сеял. Давайте встанем. Помазание здесь. Помазание здесь. Я хочу, чтобы мы молились Богу. Господь говорит всем нам. Побло мое. Народ твой. Мечтайте о большом. Смотрите далеко. Имейте большие проекты. И насколько вы можете мечтать. Насколько только вы можете планировать. Насколько только вы можете достигать. «И до этого места я возьму вас мышцы свои, говорит Господь». Помазание здесь, братья. Помазание здесь, братья. Помазание здесь. «И до этого места. Он просит, чтобы мы произвели эту перемену в нашем разуме. Не будь закрытыми в себе. Не быть как неверующие. Эстать оберто. Но быть открытыми». Помните, что Бог сказал Соломону. «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» «Что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя?» «Бог Соломона есть наш Бог». «Бог Соломона есть наш Бог». «Библия говорит, что Он тот же вчера, сегодня и вовеки». Бог хочет совершать что-то особенное в твоей жизни. Бог хочет совершать что-то другое в твоей жизни. Но Бог ищет таких людей, как Соломон. Которые пройдут через духовную перемену. Через обновление их разума. Через перемену в отношении к физическим путям. И Бог также ищет таких Соломонов, которые готовы принести тысячу вместо одного. Соломону нужно было принести только одно, но он принес тысячу всех сношений. Он отдал все для Господа. И поэтому Господь отдал ему все. «Господь хочет дать тебе все». «Скажи, вот я, Господь». «Я готов к перемене». «Я готов к тебе». «Я помещаю себя в Твои руки, Господь». «Я помещаю себя в Твои руки, Господь». «И если что-то должно измениться в моей жизни». «Я готов к этому». «В Духовном и в мышлении». «В физическом и в экономическом». «Помещение Бога здесь». «Помещение Бога здесь». «Примите, мои братья, примите». «Примите от Господа». «Примите от Господа». «Примите от Господа». «Я хочу завершить это собрание». «Молитвой за пастырей». «А сегодня вечером я буду молиться за все собрание». «Я хочу поделиться с вами тем, что дал мне Бог». «Пастор, который был в большом городе, в моем городе, передал мне свое помазание». «И есть такие вещи, которые дает Бог, и которые могут потом передаваться». «Я хочу передать вам это благословение». «Пасторы, я хочу молиться за вас». «И если кто-то из вас чувствует, что вы хотите, Господь призывает вас к тому, чтобы вы сеяли». «Дайте свободу тому, что Бог говорит вам делать». «И Бог будет испытывать тебя». «Бог испытывал меня». «В этой поездке в Россию». «Я пригласили выступать в церковь Ян Гичо в Корее». «Меня пригласили выступать в церкви Ян Гичо в Корее». «Я хочу, чтобы ты поехал в Россию». «Я счастлива здесь». «Я не хочу, чтобы ты сейчас ехал в церковь Ян Гичо. Я хочу, чтобы ты поехал в Россию». «Я хочу больше». «Я хочу больше для своей жизни». «Я хочу больше для своей семьи». «Я хочу больше для своей церкви». «Я хочу больше для своего города и для своей страны». «И если я хочу больше, я должен быть готова к тому, чтобы давать больше». И я знаю, что Бог смотрит на мой разум и на мое сердце. И я отдаю все, отдаю все, в России. Но я знаю, что этот закон никогда не подводит. Те, кто сеют, будут пожинать. Те, кто сеют в плодородную почву, будут пожинать 30, 60 и 100 крат. И для меня, Россия и Новосибирск, и Россия, плодородная почва. Я хочу почтить этого человека, который познакомил меня с городом Новосибирском. Я хочу молиться за Него. Я хочу дать тебе эти часы. Эти часы будут отмерять новое время для твоей жизни. Они будут возбуждать твою жизнь. И они будут отмечать духовную жизнь этого города. Так что я хочу поместить эти часы в твою руку. И я хочу молиться за тебя, пастор. Если ты веришь, что у меня есть то, чего ты желаешь, я хочу, чтобы ты поместил твою руку на мое сердце. Я хочу, чтобы ты взял то, что дал мне Бог. Что я имею, то даю тебе. Что я имею, то даю тебе. Свежее помазание для тебя. Я полагаю помазание умножения на тебя. Что эти вещи в твоей жизни будут умножаться. Что то, что ты хотел делать, это будет умножаться. И Господь тебе говорит, смирись. Потому что, чем ты больше умножен, чем ты являешься на меня, тем больше я буду поднимать тебя. Сей фиэль. Будь благотарным. Пусть твой. Будь более храбрый. Мечтай о большом. И когда ты будешь добрым, не смейся. И когда ты будешь давать, не дешеви. И я дам тебе все. В духовном. В числах. И в финансовых. Я дам тебе все, говорит Господь. Помазание здесь. Помазание здесь. Рэсси-вио. Получи его. Получи его. Аллилуйя. Я хочу давать. Я посеял мои часы в этого пастора. Потому что мне не нравится говорить о сене, не сея при этом. А мне нравится быть примером. Я люблю давать примеры. А парте, мне encanta сембрать. И кроме этого, я люблю сеять. Хозяй, я люблю сеть. Это лет, когда я сеял в плодородную почву, и пожинал вас сто крат больше. Я хочу сейчас молиться за пастырей. Я хочу, чтобы вы вставали в одну сторону и уходили. Только пастыря сейчас. Приходите по одной стороне. Сегодня вечером мы будем молиться за каждого. Приходите, пастыря. И нам нужны ашеры для того, чтобы ловить людей, пожалуйста. Несколько, не все, пожалуйста, поднимайтесь. Нам нужно еще немного больше ашеров, пожалуйста. Пожалуйста, вы сложите руку на мое сердце. Что, что Бог дает мне, я помещаю на тебя. Тома лоток. Возьми все. Что Бог дал мне, я даю тебе. Возьми все. Что Бог дал мне, я тебе даю. Тома лоток. Возьми все. Пастырь, что Бог дал мне, я даю тебе. И Господь сказал тебе, говорит тебе. Я сонял. Ты сонял. И ты слышал мое призвание. И ты переехал из своей страны. И ты сделал так, потому что ты любишь меня и ты любишь души. Но время исполнено. И те мечты, которые ты имел, ты начинаешь видеть, как они исполняются. Расскажи. Получи. Да. Что Бог дает мне, я помещаю тебе. Да.